Прикоснуться к святыне православная верующая празднует 35-летие белорусского экзархата и десятилетие Минской митрополии. В свято-духовом кафедральном соборе с утра божественная литургия. Ее возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. На службу в столицу приехало белорусское духовенство, а также священники из других стран. К молитве присоединились сотни прихожан. Многие пришли преклониться к мощам преподобных Ефросиньи Полоцкой и Ефросиньи Московской. Ковчег с частицами привезли в храм в преддверии важных дат и приурочили также к 25-летию союзного государства. Радостно от того, что столько людей верующих, и все приходят помолиться с семьями, с детьми, с маленькими стоят. Это очень впечатляет. Я хожу постоянно. И, конечно, я рада этому празднику. Благодать Божья для Беларуси наступила. Молитвы перечитала дома всем. А думаю, пойду, помолюсь, постою на службе. Ходила, прикладывалась. И сегодня тоже. Поклониться мощам святых может каждая. Святыни будут в соборе до вечера понедельника. К делам мирским государство придает огромное значение развитию авиатранспортной отрасли, подчеркнул президент в поздравлении работникам и ветеранам с профессиональным праздником. Белорусская гражданская авиация – это почти век достижений и свершений в сфере самого быстрого, комфортабельного и надежного транспорта. Воздушные перевозки – одна из наиболее высокотехнологичных, инновационных и наукоемких областей экономики. Идет постоянная модернизация аэропорта в областных центрах, а национальный аэропорт Минск сегодня способен принять все типы воздушных судов. Александр Лукашенко отметил, что благодаря стабильному качеству и надежности предоставляемых услуг, расширению маршрутной сети, неизменной пунктальности, белорусские авиатранспортные предприятия завоевали авторитет во всем мире и в этом заслуга всех профессионалов белорусской гражданской авиации. Слова особой признательности ветеранам, которые осваивали первые воздушные трассы, заложив отличные традиции и передав их молодому поколению. Всем причастным к авиатранспортной отрасли, а также их родным и близким, глава государства пожелал благополучия и чистого неба над головой. Самое мощное «надо» от самой мощной отрасли страны и министерства промышленности присоединилось к народному флешмобу. Он уже прокатился по всей Белоруссии и, похоже, не собирается останавливаться. Присоединяются просто люди, неравнодушные к судьбе государства, целые коллективы. Один из таких – многотысячный Минпром. Если вот сторонники мои скажут, что это «надо», 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 «надо»! В Молдове проходит второй тур президентских выборов между действующим главой государства Майя Санду и бывшим генпрокурором Александром Стоянугла. Голосования с 7 утра до 9 вечера к этому часу выборы состоялись. Для этого достаточно, чтобы проголосовала пятая часть избирателей. Победу одержит кандидат с большинством голосов, как и в первом туре. Наблюдатели фиксируют массу нарушений. Так, Молдавская общественная организация «Промалекс» получила более 140 сообщений о происшествиях. Об этом заявлено на брифинге в Кишиневе. Речь о технических проблемах при регистрации избирателей, повреждении урн, отсутствии пломб. Также есть случаи агитации организованного подвоза избирателей. Оценку нарушениям должен дать ЦИК. Также сообщают, что мост из Приднестровья в Молдову перекрыт. Людям говорят, что он заминирован. Сейчас на выезде огромная пробка, а полиция пристально досматривает все машины с приднестровскими номерами. Граждане Молдовы, чтобы отдать голос за своего кандидата в президенты, приехали из Москвы, Калининграда и Курской области в Минск. Автобусы на границу прибыли рано утром, быстро оформились и к открытию участка уже были в Молдавском посольстве в нашей столице. Часть избирателей добиралась самолетами, прилетели уже после полудня. Беларусь любезно откликнулась на просьбу молдавских диаспор принять граждан, чтобы те успели поучаствовать в главном политическом событии страны. ЦИК Молдовы на всю огромную Россию открыл всего два избирательных участка, эти в Москве. В Минске один участок для голосования, но это тоже шанс повлиять на судьбу своей страны. Правда, о бюллетене, сообщают диаспоры, выделили всего две тысячи, на Москву десять тысяч. Капля в море. Избиратели связывают это с тем, что молдаване в России и Беларуси голосуют в основном за альтернативного кандидата, который выступает за улучшение отношений с нашими странами и не стремится в Евросоюз. Те, кто проголосовал, рассказали о своем выборе. Чтобы, как говорится, в Молдове был мир без войны, без НАТО. Чтобы народ себя чувствовал, как говорится, вольно. Была стабильная работа. Была дружба между народами, между Украиной, между Белоруссией, между Россией. Чтобы жили, как раньше жили. Проезжали, знаете, без проблем все эти границы. За свободу Молдову, за международные отношения между всеми странами. Белоруссия, Россия, Молдова. Это важнее всего. За мир. Спасибо Александру Лукашенко, спасибо народу, белорусскому народу за такую доброту, за такой комфорт, за мир и за возможность приехать. Нас никто не остановил, наоборот. Сказали, да вот, пожалуйста, приезжайте, если вы хотите, заезжайте. Вот мы и заехали. В воскресенье в Минске выдалось прохладным. Согревают гостей танцы, ставшие уже визитной карточкой диаспоры и белорусское гостеприимство. Наши волонтеры позаботились о гражданах Молдовы, доставив к посольству горячий чай и угощения. Молдаване, которые находятся не в своей стране, но тоже желают проголосовать, кроме Минска и Москвы, вылетают еще в Баку и Стамбул. Какой будет архитектура безопасности в мире и на каких принципах Беларусь выстраивает международные отношения? Послесловие ко Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности и многое другое уже сегодня в вечернем эфире ОНТ. Это наше время. Место встречи по безопасности изменить нельзя. Запад наконец понял, что надо договариваться. Время ехать в Минск. В нашем современном мире это почти невероятная вещь. Ведь диалог здесь возможен. Каналы коммуникации должны сохраняться. Будущее без диалога крайне опасно. СМИ узнали, границы еврогуманности есть. Человек получал обширное повреждение, кровоподтеки, ссадина, раны. Чем еще паны-садовники встречают гостей рая? Помимо колючей проволоки появились противотанковые ежи, так называемые зубы дракона. Где листья падают, там звезды зажигают. Юбиляр какому есть что показать и посмотреть. Когда ты смотришь хорошее кино, хороший фильм, это эмоции, это настроение, это праздник. Как наши люди отныне будут в Болливуде. Я тоже большой фанат белорусского кино. В воскресенье в 8 вечера это наше время. Бесплатные предложения закончились. Теперь только за деньги, которых нет. Власти Польши предлагают Украине вооружение в кредит. Отношения партнеров накаляются. Киевский режим не перестает сыпать самыми разными обвинениями. Варшава демонстрирует, что ничего не должна. Сейчас Украина буквально требует истребителей, которые Польша не может передать. По крайней мере до усиления собственных ВВС. Это произойдет не раньше 26 года. Хотите оружие, покупайте на польских заводах. Риторика Варшавы. Кредиты готовы предоставить, но их придется отдавать. При этом Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в боевые действия и являются игрой с огнем. На шаг ближе к мечте в Академии управления при президенте прошел день открытых дверей. Возможностью увидеть элитный ВУЗ изнутри, пообщаться с руководством и преподавателями, воспользовались сотни белорусов со всей страны. Это выпускники школ, лицеев, гимназий, средних специальных учебных заведений, а также специалисты, которые хотят получить второе высшее образование или пройти переподготовку. Гостям рассказали об актуальных специальностях и тонкостях учебного процесса. Те, кто не смог приехать, присоединились онлайн. Для себя я выбрала факультет государственного управления и права. Престижная профессия, она дает как бы управленческую еще специальность. И для меня это очень было важно. Я поставила для себя цель. Конкурс растет существенно. Ребята со всех регионов нашей страны, более 70% это ребята из регионов. И это очень хорошо, потому что мы готовим управленцев-патриотов, управленцев-государственников. И они все вернутся в свои регионы и будут продвигать государственную политику. Академия управления при президенте – главная кузница управленческих кадров. За 30 лет из вуза выпустились около 100 тысяч специалистов. В 142-й день рождения народного песняра Беларуси в Минске к памятнику Якуба Колосу легли цветы. 3 ноября 1882-го. Дата школьного курса не только по белорусской литературе. Он ведь больше, чем песняр. Заслуженный деятель науки, депутат Верховного Совета БССР Первого Созыва, «Забыть нельзя». Отмечают праздник в разных краях, ведь стихи и проза Колоса звучат на полусотни языков. Минск вспоминает Колоса на именной площади. Рядом Тюркские станции метро, улица Переулок. К слову, в Беларуси поэтических топуневов больше всего именно в честь Якуба Колоса. Только улиц 255 подсчитали в Национальном кадастровом агентстве.